Сегодня вас ждет история самого титулованного бодибилдера всех времен и народов, но за все приходится платить. В случае Рони Коллимана это здоровье, и плата здоровьем оказалась такой же большой, как и его достижения в бодибилдинге. В данном видео расскажу обо всех его операциях, повреждениях на протяжении всей карьеры и по сей день. Мы не будем подробно говорить о его биографии, так как об этой легенде знает практически каждый. В качестве разогрева расскажу о ряде особенностей Рони над остальными. Максимальный вес на пике карьеры был 138 кг, в межзоне 150 кг, бицепс в Абхате 61 см, при талии 78 кг, объем бедра составлял 87 см. Уже при рождении акушеры обалдели от его размеров. Генетические исследования ДНК показали, что у спортсмена блокируется ген, отвечающий за прекращение роста мышечной массы. А помножить это на невероятный труд и препараты, и мы получаем выдающегося атлета, равных которому даже по сей день среди нынешних мистеров Олимпия нет. На некоторых фото он похож на Тайсона, который тоже в своем виде спорта стал неоспоримой легендой. Атлет свято верит в Бога, посещает баптистскую церковь и читает Библию. Коллиман отдал 12 лет службе в полиции. В работе копом ему не приходилось стрелять, так как при выходе из машины большого Ронни проблемы сами собой прекращались. Помимо бодибилдинга, Ронни успел за непродолжительный срок в молодости навести шороху в пауэрлифтинге. Это и положило основу в его путь телостроительства. Ронни не особо хотел быть спортсменом, желая выстраивать карьеру, чтобы прокормить семью. В 1990 году собственник зала Брайан Добсон обратил внимание на Ронни. Он выдвинул предложение отправиться ему на состязание «Мистер Техас» взамен на бесплатный годовой абонемент в зале. Коллиман и сам удивился, когда стал победителем. После этого спортивная карьера пошла вверх, и Ронни принял судьбоносное решение. Тренировки Ронни Коллимана давно известны во всем мире, так как они объединены в одну авторскую методику. Она представляет собой чередование занятий пауэрлифтинга и бодибилдинга. Атлет менял тренинги каждые 2-6 недель всю сознательную карьеру. Программа тренировок отличается сложностью и предназначена уже профессионалом, так как чемпионские нагрузки могут привести новичков к травмам. Силач занимался 4 раза в неделю, прорабатывая определенную группу мышц дважды в неделю. Он отдавал предпочтение не тренажерам, а свободным весам. Культурист-профессионал издал обучающее видео об авторской системе тренировок, где подробно объяснил принцип работы и угрозу перенапряжения. На видео представлена одна из полных программ Коллимана, на которой он добился своих результатов. Ставьте на паузу, кому интересно. А теперь мы переходим к жесточайшим последствиям и ценой всех этих великих побед, вписанных в историю. Уверенность Рони в том, что он может работать с гипербольшими весами, росла вместе с объемом мышц. Но прочие ткани организма не могли развиваться с той же скоростью. В итоге случилось несчастье. Он получил серьезную травму после 5 лет тренировок. Это была грыжа пояснично-крестового отдела позвоночника. В этот день он не уделил достаточно времени для разогрева мышц и использовал слишком большой вес для тренировок. Это является отличным примером косвенного вреда фармакологии и беспечности. После этой травмы он прошел реабилитацию, но тренировки не бросил. Да и рабочий вес остался внушительным. Упор он делал на трех упражнениях – приседаниях, жиме лежа и становой тяги. Силовые показатели Рони Коллмана явно были не в пользу позвоночнику. Жим лежа по 260 кг, становая тяга 365 кг, приседания 380 кг. В жиме ногами он использовал вес 1044 кг и при этом выжимал его по 10-12 повторений в подходе. Обычно Рони тренируется без отдыха, хотя бывает, что он устраивает себе паузы от тренинга до недели. Но, как правило, это происходило крайне редко. Это еще один фактор его травматизации, так как многие знают, что периодический отдых на таком уровне просто необходим. Ведь кто знает, сколько скрытых травм или начальной формы проблем эти отдыхи могли бы устранить. Кстати, фото, которое вы сейчас видите, сделано 24 года назад, но также 24 апреля, как вышел наш сегодняшний ролик. Продолжая работать с большими весами, в 2006 году Рони получает очередную травму. В 2007 году он закачивает карьеру. Но таки появляется на всяких международных турнирах. Но тяжелое прошлое Коллемана берет свое. И в последние годы приходили очень плохие новости. И вот почему. Соцсети Атлета постоянно пополняются сведениями о серьезных проблем со здоровьем. Все его операции сложны и страшны. Даже с медицинской точки зрения. При выкладывании фото Рони Коллмана с больничной койки поклонники с замиранием сердца гадают, что же с ним случилось на этот раз. Вот только краткий спицик операции. 2007. Ламиноктомия. Удаление маленького участка костной ткани позвонка в области над нервным корешком. А также части межпозвонкового диска из-под него. 2011. Декомпрессия межпозвонкового диска. Это микрохирургическое вмешательство с целью удаления сдавливания диска, освобождения нервных корешков и окончаний. В 2011 также была операция по устранению смещения позвонков в области шеи, из-за чего были зажаты нервные окончания. Отмена стероидов и тренировок привела к ухудшению здоровья. Старые травмы, которые он усугубил большим рабочим весом, начали давать о себе знать. В 2014 произошла поочередная замена левого и правого тазобедренных суставов. Эта операция довольно легкая и распространенная для обычных людей. А вот Ронни, для которого жим ногами веса в тонну и приседание со штангой 400 было нормальным явлением, обычным человеком назвать сложно. После операции, выйдя из больничной палаты, спортсмен приступил к тренировкам уже через неделю. Коллиман не раз повторял, что даже если бы он знал, что придется лечь на операционный стол, он бы проводил свои тренировки еще тяжелее. Если я приседал 364 на 2, я бы приседал все 4 раза. Да, черт возьми, я тренировался бы еще усерднее, говорил он. В 2015 произошло удаление слияния позвонков. 2015 и 2016 в целом стали для Ронни большим испытанием. Но даже после операции на бедрах, он предложил Джею Катлеру посоревноваться на Мистер Олимпия 2016. Только вот Джей не принял это предложение всерьез. Наверное, из-за крайне ответственного отношения Джей Катлер сейчас светет, порхает и пахнет. Когда как Ронни выглядит плачевно. У Джея 4 Олимпия, у Ронни 8. Стоило ли ради 4 лишних сатуэток так гробить себя? Я не думаю. В 2017 произошла установка поддерживающих болтов в область поясничного отдела позвоночника. Так как добраться до оперируемого места не удалось, пришлось выполнить хирургическое вмешательство через брюшную полость. Для этого потребовалось на время оперативного вмешательства извлечь часть органов в брюшную полость. Спина – больное место от чемпиона Олимпии. И это вмешательство стало настолько болезненным, что по словам самого культуриста, он уже не раз хотел застрелиться. Но вера в Бога и поддержка семьи помогала ему преодолевать сложности. Но Ронни хотел вернуть себе былые размеры бицепса, например, который был 61 см, а после операции опал до 44 см. Бедро с 91 кг ужалось до 61 кг. Вот такой список операций и до кучи много незадокументированных оперативных вмешательств. За прошедшие годы его спина серьезно пострадала, и большая часть позвоночника была сращена после бесчисленных операций. Дело дошло до того, что Ронни едва мог ходить. Ронни начал искать альтернативные пути решения его болевых проблем, и на одном из подкастей с Жором Роганом он сказал, что проходит тестовое лечение с помощью стволовых клеток. И спустя некоторое время терапии боли его практически полностью покинули. Выступая на более позднем подкасте с Милошем Сарцевым, он заявил, что болей практически нет. Кстати, насчет синтола. Любой здравомыслящий понимает, что большой бодибилдник просто залит с головы до пят синтолом в отстающей группе мышц. У Коллмана была проблема с развитием дельтовидных. В то время он работал со своим первым тренером Брайаном Добсоном. Но позже, по совету Флекса Уиллера, он начал тренироваться с Чадом Николсом по прозвищу Диэт Доб. Он составил для Коллмана особую программу тренировок плеч, включавшую много разведений с гантелями, выполняемых в суперсетах, трисетах, дропсетах. Дропсеты использовались как прямые, так и обратные, экспоненциальные. Вместо жимов штанги из-за головы он выполнял жимы в тренажере Смита. В итоге объем дельтовидных мышц увеличился, а сами они приобрели шаровидную форму и рельеф. Зная, что Флекс Уиллер тот еще синтольщик, которому позже из-за фарма и масла 50 лет ампутировали ногу из-за нарушения кровообращения, зная, что у Флекса тренера был Чад Николс, сразу понятно, отчего вдруг резко плечи Рони из генетически неудачных превратились в пушечные ядра. Складывая все факторы, начиная от генетики и заканчивая трудом, тонной фармы, бадов и литрами синтола, в Рони самый грандиозный список достижений за всю историю бодибилдинга. Статистика показывает, что за все время профессиональной карьеры атлет одержал 26 побед в серьезных состязаниях. На фото перед вами пример рациона Коллмана, на котором он набирал форму. Он действительно уже много лет употребляет ограниченный набор продуктов – куриное мясо, индейку, говяжьи стейки, овсянку, рис, картофель и овощ. Причем в последние годы он старается не только выбирать правильные продукты, но и правильно их готовить, не жарить на масле мясо и подобное, и пьет исключительно чистую воду. Он может позволить себе еды прогрессивного общества, например, пиццу, но только пару раз в год. Рон также потребляет множество различных специализированных добавок для бодибилдеров – витамины, минералы, аминокислоты и протеины. С одних только таблеток чемпион получал столько калорий, сколько получают среднестатистические бодибилдеры из России из обычной пищи за всю неделю. Родился король бодибилдинга 33 мая 1964 года, сейчас ему уже 57 лет. Как видно по новым фото и видео, Ронни Коулман сейчас старается не падать духом. После самых сложных вмешательств он продолжает тренировки и заявляет, что будет делать это до смерти, независимо от состояния. Да и тренировки атлета мало чем отличаются от гимнастики пожилых людей в доме престарелых. Он занимается на беговой дорожке, использует упражнения с гантелями, маленькой штангой и в блочных тренажерах. Отойдя от активного участия в соревновательном спорте, Ронни занялся бизнесом, продвигая свою линейку спортивного питания. Рынок в этой нише тесно заполнен. Это требовало много времени, постоянного присутствия на презентациях, конференциях, симпозиумах, фото и автограф-сессиях, встречах с фанатами, с молодыми бодибилдерами. Кстати, у восьмикратного мистера Олимпия уже 8 дочерей. Это к слову тем, кто не верит, что на курсах химии шанс зачать мальчика снижен до 5%. В любом случае мы много видим примеров мистеров Олимпия, которые имеют от 1 до 7 статуэток, но не 8, как Коллиман или Лихейни. И как чувствуют многие из них и в каком плачевном состоянии Ронни. Стоило ли оно того? Определенно всякий здравый, вроде Джей Катлера, наверняка бы ограничился четырьмя статуэтками, не ломая себя так сильно и прекрасно понимая, что его ждет в длительной перспективе. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях. Ну а с вами был Варгунин Дмитрий, до новых встреч, друзья!